Здравствуйте, дорогие зрители! Восьмой ролик из серии Эксомарафон на канале МПТюб. Подпишите, пожалуйста, а тут совсем туго. В общем, Call Me Baby. Чуть как Maybe не прочитал, но тогда песня эта, видимо, тоже была популярна. В любом случае, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, все ссылки на экране, и мы с вами начинаем! Ну да, в клипах же нельзя хишки использовать, поэтому все обычно посасывают чупа-чупсы. Это мое такое наблюдение интересное, потому что очень страшное табу на курение, при том, что алкоголь иногда появляется в клипах. Ну, интересно. Субтитры делал DimaTorzok Богатая аранжировка, гитара в правом ухе у нас поигрывает, интересные синтезаторы, опять же, картинка достаточно яркая на фоне всех предыдущих клипов. Ну, то есть, все больше цветов добавляется, потому что первые, наверное, 5 клипов коллектива EXO это серо-коричневая гамма с зелеными оттенками. Ничего против не имею, но просто я рад, что что-то цветное появляется. Я смотрю на их узкие штаны, сразу вспоминаю, когда у меня такие были. Это, конечно, на самом деле подвиг в них ходить, особенно у тех, у кого они кожаные и летом. Вот это, конечно, я до такого не доходил. Но вот суперскини джинсы это... это челлендж. Воу-воу-воу, какая классная кожанка. Синяя такая. Блин. Ссылка на данный штольерс в описании. Не, ну а что? С моими-то футболками самый топ. Аранжировка, опять же, очень интересная. Там есть даже медные духовые. Но я заметил, что у Экса, по крайней мере, на вот текущие 8 клипов, за исключением, наверное, Вульфа, композиция обладает такой достаточно бедной аранжировкой на фоне вокальной аранжировки. То, что тут много гармонии, липов каких-то еще. То есть фокус делается на вокал прямо очень сильный. То есть вокал даже отыгрывает за некоторые инструменты. В каком смысле? По наполнению. Поэтому... Интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И еще очень знакомые декорации. Понятно, что здание типовое вполне себе. Может быть, это адаптированное помещение на заводе каком-нибудь, которое потом сделали таким пространством именно, может, танцевальная студия. Но я, похоже, видел у OneV и у God7. Причем у God7, если я не ошибаюсь, было вообще на PlayStation VR приложение, где можно было посетить их репетицию. И там было похожее помещение. Может быть, одно и то же. Может быть, это реально типовые помещения на заводах, которые потом переделывают такие вот зоны для съемок и так далее. Правду я не могу сказать, потому что я ее не знаю, но знаете, выпишите в комментариях. Короче, классная композиция, балдеж. Лайк, подписка, колокольчик. Список бустеров на экране. Спасибо людям, которые поддерживают, несмотря ни на что. Большое, огромное, человеческое, нечеловеческое спасибо. Без вас было бы трудно. Но с вами прямо гораздо легче. Также у нас есть бусти-место, где вы можете стать одним из внимания бустеров, членом тайны масонской ложи, хотя не очень она тайна, если я про нее говорю, и так далее. В общем, ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там, пожалуйста, проходите. Кому интересно, дальше МП-ревью с каналом с кейпоп-новостями, МП-лайв со стримами и телеграм-канал, как хап-локация, где тоже всякие приколы происходят. Какие, узнаете, если подпишетесь. Ну, собственно, с вами, как обычно, был Максим. Не говорю проща, я говорю до новых встреч. Пока.